Искусственные неровности для повышения безопасности. На улице Красных Коммунаров, где в границах улиц Калинина и 22-го портсъезда, в кратчайший срок по нацпроекту «Безопасные качественные дороги» завершили укладку нового покрытия на площади 13,5 тысяч квадратных метров, работы продолжились. Сегодня с утра специалисты подготавливали участок для устройства искусственных дорожных неровностей. Это специальное возвышение на проезжей части высотой 5-7 сантиметров. Рядом обязательно устанавливаются предупреждающие дорожные знаки. Вдоль бортового камня для обеспечения водоотвода оставляют свободными 10-15 сантиметров покрытия. Так дождевая и талая вода не будет скапливаться на проезжей части. Увидев препятствия в виде искусственной неровности, любители лихой езды волей-неволей сбрасывают скорость. Водители, которые отказываются притормаживать, наказывают себя сами, ведь им приходится чаще ремонтировать элементы подвески своего автомобиля. Будем делать 4 искусственных дорожных сооружения, чтобы ограничить скорость автотранспортных средств в местах пешеходных переходах. Покрытие искусственных сооружений делается из той же асфальтобетонной смеси ЩМА-16 на ПБВ. Если гарантийный срок службы дорожного покрытия из ЩМА-16 – 5 лет, то у такой искусственной конструкции всего два года. И этому есть вполне себе логичное объяснение. Прежде всего, искусственные сооружения предусматриваются вблизи школы детских садов. Ведь именно в этих местах велика вероятность наезда на пешеходов. Нужны, где дети, конечно, где народ, скопление народа, там действительно, естественно, однозначно. Чтобы мы помнили, чтобы знали, что надо правила соблюдать и скорость. При планировании ремонта дорог на текущий год совместно с ГИБДД города была проанализирована ситуация на дорогах местного значения. Основные мероприятия, включая обустройство приподнятых пешеходных переходов, касаются нерегулируемых перекрестков. В Самаре в этом году планируется обустроить 55 таких участков. В целом, в рамках мероприятий для повышения безопасности дорожного движения разные виды работ будут выполнены на 173 участках, в числе которых и объекты ремонта по дорожному нацпроекту, и дороги, на которых в прошлом году зафиксированы наезды на пешеходов и места концентрации дорожно-транспортных происшествий, где было три и более ДТП. В перечень мероприятий входит также изменение режима работы светофорных объектов, нанесение горизонтальной разметки. Ксения Баканова, Петр Паломеев, События.